ЗАМИРЕНИЕ Современный меркантильный человек может спросить у верующих, какая мне будет польза от религии, что мне она даст? Конечно, можно долго рассказывать про священные писания, ахират, пророков Всевышнего, мир им всем, просудный день и предопределение, но вряд ли это заденет струны души человека, родившегося и выросшего в эпоху нигилизма и воинствующего безбожия. А польза, тем временем, от религии Всевышнего очень большая. Во-первых, стоит помнить о том, что чистота – это половина веры, и эта чистота касается не только гигиены тела, но и гигиены психики. Чистым должно быть в том числе и сознание, что подразумевает отсутствие психических зависимостей в виде болезненной одержимости людьми или явлениями этого бренного мира, в то время как гигиена тела способствует физическому здоровью. Во-вторых, здоровью тела способствуют запреты на алкоголь, наркотические вещества, а также на вредные виды мяса. Религия Аллаха мотивирует укреплять родственные связи, помогать неимущим, обеспечивать свою семью, навещать больных, заботиться о ближних, словом, укреплять социальные институты, делая общество более сплоченным, а это, несомненно, несет огромную пользу для человечества. Можно еще долго перечислять все преимущества соблюдения религии Всевышнего, но это лишь материальная, зримая сторона поклонения Творцу. Действительно верующий человек, превративший свою жизнь в постоянное восхваление единого Бога своим сердцем, словами и делом, на уровне ощущения и интуиции, чистого восприятия мироздания, воспринимает жизнь как один большой сон, который на судном дне покажется всего лишь малой частью земного дня. Именно из судного дня, либо из собственной могилы следует смотреть на этот мир, наполненный иллюзиями и морком. Взглядом очищенным вечностью можно увидеть постоянное присутствие единого Бога в нашей жизни. Нет другой власти, воли, силы, как у него и от него. Мы существуем, дышим, едим, пьем, спим, бодрствуем, заводим семьи, получаем свой заработок только по воле Творца. Только испытывая чувство благодарности к реальному хозяину реальности, можно понять свое положение в этом мире. Религия — это не только молитвы, посты, зикры, паломничество в Мекку — это вся жизнь, наполненная ощущением присутствия единого и единственного Бога. Когда верующий человек, помимо религиозных предписаний, осуществляет те же самые действия, что и остальные люди, но делает это только ради довольства Творца от пробуждения и до отхода ко сну в каждом вдохе и выдохе, понимая близость и милость Всевышнего к тому, кто посвятил себя служению ему одному. Редактор субтитров А.Семкин